Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Пишут во все инстанции. В Солонешном собрали больше тысячи подписей против золотодобытчиков и направили жалобу в Роспотребнадзор для проверки качества воды. Заполонили улицы и дворы. Жители спального района Барнаула жалуются на нашествие крыс. Цирковые помосты, клоуны и артисты балета. В музыкальном театре премьера знаменитой оперетты «Мистер Икс». Первая трасса для дрон-рейсинга появилась в Алтайском крае. Она предназначена для отработки навыков пилотирования дронов. Трассу на деньги Гранта Росмолодежи для вузов приобрел Центр доп. образования Алтайского госуниверситета. И теперь в крае пилотированием дронов можно будет заниматься не только виртуально, но и в офлайн-режиме. Первые подобные состязания состоятся уже 24 ноября. Отметим, трасса включает в себя площадку для взлета и посадки, курсовые ворота, поворотные флаги, подвесные кольца, башню и систему фиксации пролетов. Приспособление мобильное и может быть установлено в любом просторном помещении. К примеру, система вполне сможет работать в спортивном зале. Барнаульские автоинспекторы помогли 8-летнему ребенку в метель добраться до детской школы искусств. У девочки, которая шла одна в непогоду, сел телефон и не было денег на проезд. В итоге юная жительница Барнаула подошла к сотрудникам полиции и попросила связаться с ее отцом. Не дозвонившись до него, инспекторы ДПС решили довезти второклассницу до образовательного учреждения на патрульном автомобиле. О ней передали школьницу преподавателю, который позже связался с отцом девочки. Данная история закончилась благополучно, но напомним, что за оставление детей в опасности административную ответственность несут их родители. В то же время действует закон, который запрещает высаживать детей из общественного транспорта, даже если у ребенка нет денег на проезд. В Солонешинском районе сегодня состоялся сход жителей. Главной темой стала золотодобыча на территории муниципалитета. Люди продолжают выступать против деятельности предприятия на своей земле. Также многие жители стали жаловаться на качество воды и направили жалобу в Роспотребнадзор с просьбой проверить качество воды. Далее передаю слово нашему корреспонденту Данилу Кузнецову. Здравствуйте, Лена. На собрании против деятельности золотодобытчиков в ДК райцентра собралось выше 200 человек. Даже мест в зале на всех не хватило. Пришли как старожилы, так и недавно переехавшие люди. Вы сюда пришли и сегодня зачем? Мне интересно, как себя будет вести администрация, то есть какая у нее позиция, понять, сделать какие-то для себя личные выводы касательно того, какое руководство в данном районе. Я сюда переехал недавно, мне интересно, как я буду относиться к этим людям. Многие жители недовольны качеством воды, которая, по их словам, стала мутной из-за деятельности золотодобытчиков. Власти уже отреагировали на это. Вскоре должен прибыть Роспотребнадзор. Другая претензия заключается в том, что золотодобытчики не рекультивируют землю. Надо отследить, чтобы рекультивация была сделана, чтобы все было в порядке. А не как в Алтайском районе, где долину речки разрушили, в сторону Никольского. Было там золото, много было, но нарушения страшные. Они меньше накопали, больше нарушили. Ранее губернатор Алтайского края разговаривал с администрацией района по поводу работы старателей. Виктор Томенко против подобного вмешательства в природу Солонешинского района. Сейчас местные власти собирают подписи в петиции против добычи золота. В интернете проголосовало уже свыше 2000 человек. Подробнее обо всех остальных деталях расскажем в сюжете на следующей неделе. Серьезное ДТП с тремя автомобилями произошло на Чуйском тракте. Столкнулись микроавтобус, легковой и грузовой автомобиль. К счастью, это лишь сценарий масштабных учений, которые провели в Чемальском районе специалисты УПРДОР, Алтай, МЧС, ГИБДД, скорой помощи и пожарные. За какое время помогли спасатели? Засекала наша съемочная группа. Обильные остатки, штормовой ветер и понижение температуры. В этих условиях, по легенде, произошло ДТП с участием трех авто. Грузового, легкового и микроавтобуса с пассажирами. Пострадавшие есть, и их нужно срочно госпитализировать. А из-за ДТП образовался затор. Это тот самый момент, когда все спасательные ведомства, МЧС, дорожники, полиция, скорая, пожарные должны сработать как единые механизмы. Каждый участник учения должен четко понимать свои роли и действия. В конечном счете, от этого зависит жизнь и здоровье пользователей дорог. И, соответственно, скорость оказания медицинской помощи, соответственно, организация бесперебойного движения. Проведение таких тренировок дает возможность получить не только практический навык в условиях, приближенных к реальным, но и понять недостатки во взаимодействии, которые требуют доработки и усиления. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации организовали оперативный штаб, как это происходило бы в реальной жизни. Задействовали 30 единиц техники, 19 из них специализированы. Скорые, пожарные машины, а также тяжелая техника для расчистки покрытия. В тренировке приняли участие около 100 человек. Разбил, зачистил, задние лены! По легенде, водитель легкового авто оказался заблокирован. Спасатели разбирали машину на счастье. В аналогичный период прошлого года у нас было 314 ДТП, куда реагировали подразделения. Спасено в текущем году 25 человек. Теперь на арену выходят дорожные службы. Убрать машины, очистить трассу от щебня. Считаю, прошедшие учения, которые мы сегодня провели, цели учения достигнуты. Личный состав получил и закрепил имеющийся навык. Считаю, что мы готовы к эксплуатации дороги в зимний период. Ну и дай бог, чтобы это чаще оставалось только на учениях, а не на основной нашей работе. До этого мы уже провели учения в Астраханской области и в Омской области. По плану, вот ближайшие будут учения в Новосибирской, Кемеровской и в Республике Якутия. Пострадавшие, хоть и по легенде спасены, замерзшие согреты. После 30 минут с момента ДТП дорожное движение восстановлено. Спасательные ведомства сработали на отлично. Но хорошо, что такой сценарий лишь учебный. В ближайшие дни в крае прогнозируют ухудшение погоды. Будьте осторожны на дорогах. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Сети интернет вне закона. Такое может быть, если провайдер использует для размещения своего кабеля опоры ЛЭП без разрешения энергетиков. В Алтаэнерго проводят регулярные рейды, чтобы обнаружить посторонние провода на своих опорах. Почему подобное самоуправство может стоить провайдерам не только дополнительных расходов, но и даже жизни? То, что глобальная сеть опутывает весь мир для энергетиков, не метафора. Новые нити оптоволокна на своих опорах находят регулярно. Именно находят, потому что провайдеры часто протягивают их без ведома энергетиков. У нас есть перечень опорных, которые разрешаются в подъем. То есть они дефектны. То есть на них нельзя вешать оптику, они вешают. Также надо соблюдать габариты от земли и от фазного провода. Нелегальные провода мешают энергетикам во время ремонта своих линий. Размещая оптику на ЛЭП, самовольно провайдеры создают аварийные ситуации и рискуют жизнью, ведь можно попасть под напряжение. Кроме того, они отказываются от арендной платы. Как рассказали в Алтайэнерго, сети в крае и республики Алтай изношены на 80%. Средств на их обновление, заложенных в тариф, не хватает. Поэтому дополнительный доход важен, даже если это около 100 рублей за использование одной опоры. Впрочем, на провайдеров больше действует судебный иск или вовсе крайние меры. По республике Алтай у нас был инцидент о том, что провайдер не желал вступать в договорные взаимоотношения. Был произведен частичный демонтаж в селе Майма, после чего оператор связи, скажем так, вышел с инициативой о заключении официального договора. Однако такая практика на Алтае скорее исключение. На этой карте красным линии электропередачи, где оптоволокно проложено по договору или документы в стадии оформления. Это около 100 тысяч опор. И что важно, отмечают в компании, этот список пополняется быстрее, чем список нелегальных подключений. Николай Потешкин, Алексей Фризин. День с толком. Жители спального района Барнаула атаковали крысы. Грызуны уже три месяца прогуливаются во дворе жилого дома по улице Взлетная. Источник антисанитарии – здание с торговыми точками и общепитом, уверены горожане. Жители уже направили коллективную жалобу в управляющую компанию «Взлетная» с просьбой протравить крыс. Но там не спешат помочь. Валентина Аскерова разбиралась в проблеме. Грызуны одолели настолько, что жители пытаются с ними подружиться. Это, конечно, нотка юмора, людям не до смеха. На протяжении трех месяцев они вынуждены делить свою жилплощадь, придомовую территорию с крысами. Они у нас по двору ходят, спокойно гуляют. У нас здесь гараж. В гараже у нас помещения, получается, коммерческие. У них мусорка, я не знаю, почему так близко к нашему дому она находится. То есть грызуны ходят сюда, как в ресторан у них. Вот машина красная, я лично снимала, высылала видео. Под ней посидел, моську помыл и пошел в ресторан дальше питаться. Сейчас похолодало. Грызуны ушли греться в подвалы, отмечают жители. Но как только теплеет, они вновь идут обедать в ресторан. Барнаулицы писали претензию, управляющую компанию «Взлетная», которая обслуживает здание с коммерческими помещениями с просьбой потравить грызунов. В ответ – тишина. У нас большой многоквартирный дом, проживает большое количество жителей, в том числе очень много детей, животных. Крысы являются переносчиками инфекций, они оставляют эксперименты. Соответственно, животные прогуливаются, все это разносится по подъездам, по квартирам. Реакции вообще никакой нет. Жители обратились за помощью в Народный фронт. Общественники взяли проблему на контроль. В Народный фронт поступило обращение граждан по поводу нарушения правил санитарии, наличия грызунов. Это жители дома «Взлетная-97». Рядом находится пристройка дома «Взлетная-99». Там есть ряд торговых организаций, ряд складов. И, судя по всему, место распространения мышей, крыс, что граждане видят. Народный фронт направил обращение в Роспотребнадзор для того, чтобы разобраться в этой ситуации и держать ситуацию под контролем. Жители дома на «Взлетной-97» тоже направили письмо в Роспотребнадзор. Сейчас готовят обращение и в прокуратуру. Как долго грызуны будут вести себя вольготно и притеснять горожан, узнаем после всех проверок. Но пока жителям ничего не остается, как вспомнить фильм «Мышинная охота» и попробовать самим вступить в схватку с грызунами. Валентина Скерова, Андрей Печоркин. День с толком. Каждый из десяти рождающихся в мире малышей появляется на свет недоношенным. Многие из этих деток умирают. Но в России сейчас спасают большую часть новорожденных с низкой массой тела. К примеру, в Барнауле выхаживают не только килограммовых деток, но и тех, кто при рождении весит, к примеру, 480 граммов. Можно ли предотвратить преждевременные роды и как помогают мамочкам малышей с низкой массой тела преодолеть шок, а иначе это не назовешь, накануне Дня недоношенных детей, выясняли наши корреспонденты. От 50 до 60 малышей с экстремально низкой массой тела, менее килограмма, ежегодно появляются на свет только в перинатальном центре ДАР. Нынче таких деток родилось лишь 30, но цифры год от года варьируются. Причины преждевременных родов разные. Тяжелые патологии у будущей мамы, патологии у самого еще нерожденного малыша и только один. Ребенком врачи активно занимаются и помогают ему социализироваться. В этом году уже 11-го малыша мы выписали, который был меньше 500 грамм. Сейчас у нас лежит малыш 400 грамм при рождении, но он уже набрал, он уже 600 грамм. Он набрал 50% от своего первого веса, уже дышит благодаря масочке, то есть это не инвазивная вентиляция. Мы надеемся, что тоже выписка будет, но еще требуется время. Время для адаптации требуется не только малышам, но и их мамам. Преждевременные роды для большинства женщин не просто стресс, это шок. Сейчас все позади, но три года назад организм Олеси из-за проблем со здоровьем дал сбой, и у нее родился малыш весом 1,3 кг. За 9 лет до этих родов ребенок был похоронен, немного более младшим, то есть сроки по беременности на 26 неделях, поэтому это было очень, конечно, тяжело. И были моменты, когда и возле кувеза, когда ребенок уже выхаживался, то есть и сознание бывало теряло, и все, все, все. Ну, в итоге врачи сказали, будешь падать, не зайдешь в реанимацию больше. Поэтому держала себя в руках, куда деваться. Чтобы женщина пришла в себя, это важно не только для нее самой, но и для малыша. Работает команда врачей и психологов. Кого-то просто не трогают и дают осознать, что произошло. Кого-то отвлекают разного рода занятиями. Ведь мамочки месяцами живут в больнице. Просто нужно в нужный момент предложить, что пойдемте сейчас позанимаемся чем-то. Но опять же мы не настаиваем, мы не заставляем. Я прекрасно понимаю по себе это в первую очередь. Вот такой у нас прекрасный слойник получится. Он как символ того, что у нас хвост всегда будет оба подняты вверх. Пишут картины, вяжут, шьют. Сегодня мамочки делали часть от будущей гирлянды. Такие встречи просто необходимы, уверена психолог. Но врачи напоминают женщинам, что беременность всегда должна проходить под наблюдением специалистов. Маме необходимо еще перед беременностью пройти все обследования, выявить у нее, так скажем, слабые стороны и непосредственно к беременности подготовиться. Если у женщины есть какое-то заболевание, могут быть хронические очаги инфекции, то есть врач узкой специальности по той болезни, которой она болеет, непосредственно уже назначит ей лечение, назначит ей профилактику. Такие меры призваны помочь выносить малыша до нужного срока. Но если все-таки преждевременных родов избежать не удалось, и малыш родился недоношенным, не стоит думать, что в дальнейшем ребенок обязательно будет больным и слабым. Исключений из этого множество. Конечно, очень переживала, очень переживала. Столько было слез выплакано, что просто словами не высказать. Когда вот это все видишь, на это все смотришь, и тебя мысли только посещают, чтобы твой ребенок жил. Уже не думаешь о каких-то, что будут какие-то проблемы, какие-то заболевания, еще что-то. На первых порах, конечно, по крайней мере, у меня, не знаю, как у других, было только то, чтобы он жил. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. День недоношенных детей в мире отмечают 17 ноября. В преддверии этой даты неравнодушные жители Барнаула решили устроить для мам таких малышей фотодень. Профессиональный макияж, разнообразные образы и яркие снимки. Все для того, чтобы каждая женщина получила незабываемые эмоции. Цель в мире отмечать – это она одна, подарить хорошие эмоции. Потому что для любой мамы, как для любой девочки, поухаживать за собой, сделать себя красивой – это огромный источник ресурсов. И это просто хорошие эмоции. Нет ни одной женщины, которая, мне кажется, не радовалась бы красивому макияжу и красивым фотографиям. Такое мероприятие проходило впервые. Его посетили 10 мам. Наносила макияж героиням дня юная визажист Барнаула Варвара Кольченко. Каждая женщина ощутила себя фотомоделью и насладилась общением и заботой. Такие мероприятия, конечно, нужны, потому что позволяют из будней, так сказать, сделать такой субботний праздник, пообщаться с девочками, посмотреть, что ты не одна такая, которой нужна поддержка. В Барнауле завершился масштабный и необычный конкурс «Смелость». Только заявок на него подал 751 житель. После серьезного отбора в очный этап прошли 100 участников, чтобы преодолеть физические, интеллектуальные и психологические задачи. Проект «Смелость» ставит человека лицом к лицу со страхом и позволяет громко заявить о себе. На финале конкурса побывали мои коллеги. Уникальный в своем роде и точно незабываемый в Барнауле во второй раз прошел масштабный проект «Смелость». Начался он еще в сентябре. 751 человек, которые заявились на конкурс, решали тесты и кейсы. На очный этап допустили 100 из них. Здесь их ждали испытания на грани спорта, эрудиции, психологии и менеджмента. Все, чтобы максимально проявить смелость. Не побояться проявить инициативу, рассказать о том, как они могут преодолевать страхи. Второе, смелость – это уникальная возможность для участников, в первую очередь, найти партнеров из органов власти, из предпринимателей. Проект создает условия для того, чтобы участники проявили лидерские качества и управленческие навыки. Оценивает это экспертное жюри, предприниматели, психологи, представители власти. Смелость позволяет не только раскрыться, но и заявить о себе работодателям. После первого проекта в том году некоторые участники сменили работу или обрели смелость создать свое дело. Молодежный проект «Смелость» – это замечательная точка вхождения молодежи в бизнес. Поэтому утверждение, что бизнес только для взрослых, абсолютно неправильное. Алтайская молодежь доказывает обратное. В проекте участвовали люди от 16 до 35 лет. Несмотря на разницу, на конкурсе всех их объединяла одна идея – мотивировали друг друга. Никита Беспалов раньше работал пожарным, сейчас переходит в дизайн. На проекте пробовал себя в роли лидера и сражался со страхами. И не зря. Судьи отдали ему свои голоса. Нужно быть более эрудированным, быть смелым и показывать свое мнение, что ты об этом думаешь. И если ты человек, который знает, что делает, люди за тобой пойдут. Вы позволяете нашей молодежи быть чуточку смелее, чуточку активнее. Кроме Гран-при в конкурсе были победители и лауреаты в пяти номинациях – добровольчество, лидер креативных индустрий, чемпион изменений, молодой предприниматель и общественник года. Проекты молодежные трансформируются. И об этом свидетельствует, собственно говоря, такая атмосфера. Это молодежно, креативно, современно. И, наверное, так и должны на сегодняшний день ребята молодые реализовывать проекты. Кстати, приз – 200 тысяч рублей победитель может потратить на свое усмотрение – на учебу или на свой проект или оборудование. Свобода такого подхода – еще одно отличие смелости. Проект реализуется Центром амбиций сферы и Алтайским госуниверситетом при поддержке Росмолодежь Гранты. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком. В эти минуты в Барнауле проходит премьера классической оперетты «Мистер Икс», которую все знают как принцессу цирка. Постановку сделали на средство гранта губернатора края к 65-летию музыкального театра. Режиссер оперетты Сусанна Цирюк из Санкт-Петербурга. Она долгое время буквально специализировалась на классических операх и опереттах. Тексты музыкальных номеров в большинстве канонические, а вот пьеса – авторская маститово-питерского драматурга Вячеслава Вербина. Он внес свои нюансы в оперетту, поделилась накануне режиссер постановки. «Мистер Икс» у нас не играет на скрипке под куполом цирка. Он безукоризненный великолепный стрелок. Время действия передвинуто в 60-е годы. Ну, во-первых, я просто очень люблю 60-е. Я люблю этот стиль, я люблю эту моду. И 60-е годы – это расцвет циркового искусства в Европе. В остальном, один из самых ярких шедевров мирового музыкального театра остался неизменным. Юношеская любовь к Теодоре, которая не узнает артиста цирка, махинации с деньгами, потерянное наследство и богатый спонсор главной героини, который мешает счастью пары. Премьерные показы классической оперетты, которую, по признанию режиссера, ставить сложнее, чем современные пьесы, пройдут также 16 и 17 ноября. Затем постановку о пленительной истории любви светской дамы и таинственного незнакомца «Мистер Икс» вернут в репертуар Барнаульского театра уже после новогодних праздников. И на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвола». До встречи в эфире. Продолжение следует...